Итак, всем здравствуйте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мы продолжаем наш разговор о самых интересных трансферных слухах, связанных с российским чемпионатом. И сосредоточимся на Фёдоре Смолове, футболисте, который в своё время был одной из главных звёзд российской лиги, был и лучшим бомбардиром, и одним из лучших игроков. И вот знаете, Смолов, в общем-то, далеко не старик на самом деле, если посмотреть на то, как он играет. Ему, да, 34 года, это солидный возраст, но в принципе, даже в прошлом сезоне за Динамо у него были неплохие отрезки, неплохие эпизоды, и казалось, что как игрок ротации он может пригодиться. Но сейчас появилась информация о том, что Динамо, как видимо, расстаётся со Смоловым, что вот эта опция на следующий сезон по соглашению сторон, которая должна быть продлена, она продлена не будет, что Динамо не заинтересован в Феде, и что Феде ищет себе новую команду. И тут было много сообщений про ЦСКА, про другие клубы, и тут на тебе камбэк в Краснодаре. Вообще, Смолов любитель камбэков. Он в Динамо когда-то камбэкнулся, теперь вот Краснодар, может быть и в Сельту когда-нибудь вернётся, кто его знает. Тут сразу вспоминается знаменитая песня Земфиры, как я устал от твоих камбэков, или как-то так. В общем, не суть важна. Песня Ромашки, если что, переслушайте, наверное, я неправильно процитировал, но смысл про то, что камбэки твои меня достали, он там был. Вот и Федя Смолов в этом тоже оказался верен себе, вновь пытается куда-то там вернуться. И с одной стороны, у многих появляется вопрос, а нахрена это нужно быкам? С другой стороны, чисто теоретически, здесь может быть и есть определённая логика, которую мы сейчас и обсудим. Но сперва, хотелось бы напомнить, что у меня есть телеграм-канал, на котором я регулярно выкладываю статьи и заметки на футбольную тематику. А ещё там вы можете получить очень приятный бонус от наших друзей из компании Пари, которые предлагают вам фрибет в 2024 рубля. Как его получить? Нужно пройти по ссылочке в закреплённом комментарии, там вы получите все инструкции и с их помощью вы получите тот самый подарок. Так что по ссылочке в закреплённом комментарии проходите на мой телеграм-канал, там вам всё объяснят. Ну и плюс к этому, вообще подписывайтесь на мою телегу, там много всего интересного. Итак, сперва касательно Динамо. Многих смущает, что команда в условиях возможного трансфера Тюкавина в Европу пытается ещё и слить своего второго форварда. То есть Тюкавином сейчас действительно многие европейские коллективы интересуются. И да, понятное дело, что Смолов вряд ли станет полноценной заменой Тюкавину на следующий сезон. То есть представить себе такую логику, что Костя Тюкавин уходит в атлетику, а Смолов становится основным нападающим, ну, сложно такое представить в принципе. Это нелогично, это глупо, и личка, как тренер Динамо, конечно же, на это не согласится. Но с другой стороны, если, допустим, вместо Тюкавина придёт другой нападающий, сильный, качественный, звёздный, молодой, то тогда, ну, скажем так, будет какая-то преемственность. Будет запасной нападающий, который уже сыгран с командой, который проверенный, который поможет новому форварду адаптироваться и так далее. А здесь, получается, Динамо рискует просто оказаться перед полной перестройкой всей позиции центра форварда. Что, на мой взгляд, не есть хорошо и вообще как-то нелогично. Поэтому здесь посмотрим, какое в итоге решение будет принято динамовцами, посмотрим, но в любом случае всем понятно, что Смолов, ну, скажем так, уже не вариант под основной состав для бело-голубых. То есть это игрок, который может максимум быть резервистом под Тюкавиным, либо под кем-то другим. Так что здесь то, что Динамо, скажем так, уже не рассчитывает на Смолова как на первую скрипку нападения, всем понятно. Просто мне кажется, в контексте возможной трансферной эпопеи с Тюкавиным нужно было хоть кого-то оставить. Но, тем не менее, смысл в том, что продлевать контракт Смолова еще на сезон не будут. У него было соглашение до 2024 года с одним дополнительным бонусным чемпионатом. И сейчас на правах свободного агента Федя может куда-то перейти. И вроде как Мурат Мусаев лично заинтересован в этом трансфере. Интересно, потому что Мусаев-то не особо Смолова застал, прям скажем, в Краснодаре. И поэтому здесь, наверное, есть определенные вопросы, а почему именно Мусаев хочет получить Федора. Это тоже странновато, если брать вот данный инсайт, данное сообщение. Ну и, конечно, у многих появляется вопрос, а так ли нужен нынешний Смола в быкам. Потому что по-прежнему есть Кордуба. Понятное дело, что там постоянные слухи про то, что Джон куда-то перейдет. Но пока что эти слухи не подтверждаются. Плюс к этому есть молодежка. И молодежки достаточно много. Есть Кокшаров, российский молодой форвард, способный неплохо играть в атаки. Есть и Акаронква. Про него многие забыли. Это один из тех африканцев, подписанных в Краснодар. И, как бы, может быть, все действительно про него забыли. Но сейчас у него есть шанс напомнить о себе. Потому что в Арсенале, выступая на правах аренды, он показал отличный футбол в ФНЛ. Забил 17 мячей там за сезон. И может вернуться в Краснодар, что называется, на коне. Так что здесь есть варианты, есть альтернативы для Кордуба. И все в этом духе. Зачем в этой ситуации нужен Федя Смолов? Для того, чтобы показать молодым футболистам пример негативный, что вот посмотрите на меня, я когда-то был мега талантливый, но Карьеру не смог полностью реализовать свой потенциал. Не знаю, как назидание для Кокшарова того же самого или что-то в этом духе. То есть здесь появляются некоторые вопросы касательно адекватности данной сделки. Насколько Федя вообще необходим в этой истории. Но все-таки кое-какой смысл потенциальный, я в этом вижу. Мы должны понимать, во-первых, что сейчас Кордуба и некоторые другие футболисты, они находятся в Краснодаре, принадлежат клубу, но при этом находятся на грани отъезда. Это касается, кстати, не только атакующих футболистов. Тут и Алонсо может покинуть клуб и Кордуба, уже обозначенный, уже в атаке, и Спертиан. И в этих условиях команда может достаточно резко омолодиться. Потерять футболистов с опытом, со стажем. И с одной стороны, это может быть и часть стратегии Краснодара, вернуться к той самой мечте об 11 воспитанниках в составе. Но с другой стороны, нужен какой-то баланс. И вот здесь Смолов, ну просто как ветеран и как, может быть, даже легенда клуба, может быть, и пригодится. Плюс к этому все-таки мы должны понимать, что Смолов, в том числе и в Динамо, за последнее время достаточно серьезно адаптировался под роль оттянутого фойварда или даже такого скрытого плеймейкера и все в этом духе. В принципе, у Федя и в молодые годы был на самом деле неплохой пас, неплохое видение поля, светлая голова во всех смыслах этого слова. И здесь, ну чисто теоретически, мы можем представить себе вариант, что Смолов, отодвинувшись поглубже, может стать таким. Одним из запасных вариантов скорее под нападением, чем на Астрие. Потому что если мы представим, что Эдик Спертсан покинет команду, и Краснодар, допустим, купит нового звездного плеймейкера или сделает ставку на кого-то из молодых исполнителей, то нужен опытный сменщик, который в случае чего и поддержит, и подменит, и все в этом духе. Поэтому, возможно, трансфер Смолова не следует воспринимать как некую новую там опцию в атаке. Возможно, стоит воспринимать это как новый вариант под нападением, ну и плюс средство стабилизации той самой молодости и того самого опыта, чтобы был сплав. Потому что если сейчас Краснодар массово потеряет опытных игроков, а про это есть много инсайдов, то нужны будут ветераны для того, чтобы команду так или иначе по этой линии стабилизировать.